Реалити проект «Звездочки экрана» — это уникальные телекурсы для талантливых и творческих малышей, а также их родителей, которые мечтают вести своих чат на абсолютно новый уровень — уровень высоты и таланта стать настоящими звездами. Благодаря урокам вокала и хореографии, моды и красоты, кулинарии и фитнеса, а также опытным педагогам и психологам, малыши станут настоящими звездами экрана. На кастинг, объявленный телеканалом М-Телевизион, пришли участники в возрасте от 4 до 12 лет для занятий у ведущих специалистов медиарынка. Однако до финала проекта дойдут лишь 10 претендентов, по мнению членов жюри, а победителя определяют зрители в ходе интернет-голосования на сайте телеканала М-Телевизион. Вы можете присоединиться к телепроекту в любое время. Справки по телефону 272 55 55, либо 8 917 36 99 99 9. Счастливое детство! Счастливые родители! Так что, товарищи родители, скорее обнять своих малышей, поспешите, обнимайте и дарите им эмоции. И не забывайте, что мальчишки и девчонки обязательно должны научиться всему самому интересному. Ну а самое интересное происходит. Где? Да-да-да, у нас на звездочках экрана. Я являюсь фитнес-тренером бассейна. Меня зовут Рустем. Сегодня мы проведем занятия в бассейне, водные занятия. Проверим, кто как из вас умеет плавать. Ну и, соответственно, выполним ряд упражнений, которые дадут вам возможность в дальнейшем более удачнее и более комфортно себя чувствовать в воде. Если у кого-то проявится больше интерес к этим занятиям, пожалуйста, приходите к нам в бассейн. Будем продолжать тренироваться. Девушки, девочки, да? Сегодня, значит, вы пришли к нам в фитнес-центр Менделеев. Я являюсь фитнес-центром департамента бассейн. Меня зовут Рустем. Те, кто забудут, как меня зовут, у меня есть бейджик. Вот здесь написано, что меня зовут Рустем. Значит, у нас сегодня водные занятия. Мы проверим, кто как из вас умеет плавать, кто как держится на воде. У кого навыки лучше, тех мы отметим. Значит, сегодня мы проведем первое занятие, то есть проверим, кто как держится. Я вам покажу некоторые упражнения и, соответственно, попробуем эти упражнения выполнить в воде. После этого попробуем понырять, попрыгать. То есть получим удовольствие максимальное. Ну и, соответственно, кому понравятся наши занятия, я вас приглашаю к нам в бассейн, чтобы заниматься у нас в бассейне. Хорошо? По моей команде я хлопок делаю и отплываем ножками. Кто быстрее? Поехали! Только ножками, только ножками плывем. Молодцы, отлично! Сейчас показываю упражнение, которое будем делать. Также плывем до этой колонны. Девочки, посмотрите на меня. На меня посмотрите внимательно, значит, все умеете дышать воду, воду выдыхать, да? То есть ложимся на воду, ручки прямо, ставим, значит, делаем, ножками работаем. Вдох, голову опускаем, воду выдох. Постоянно работаем ножками, понятно? Доплываем, да, также до колонны, разворачиваемся обратно и сюда. Поехали! Поехали! Плывем, плывем, плывем. Молодцы, отлично, хорошо. Давайте поехать по одной. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Ножками работаем, дышим воду, выдыхаем. Сейчас плывем так. Так, смотрите, ложим под голову гантельку, гантельку так держим и плывем на спине ножками. Раз, 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 раз. Да, нет, плывем до, значит, этого бордюра и обратно возвращаемся. До второй колонны. Сейчас самое интересное задание у нас будет. Поныряем, нырять все умеют, да, прыгать в воду умеют все. Задача попасть в кружок и чтобы кружок не рассыпался. Все, поехали. Молодец. Раз, молодец. Оп, молодец. Оп, оп. Присаживаемся вот так вот на корточке. Делаем руки стрелочкой и оп, прыгаем. Присаживаем туда, хорошо? Поехали, поехали, поехали. Оп, молодец. Все, ничего сложного нет. Вот, молодец. Хорошо. Целишься в кружочек, наклоняешься. Оп. Ножками толкаешься и ножки выпрямляешь, хорошо? Не торопись. Давай. Оп, молодец. Девчонки, вы сегодня все молодцы. Все вы, в принципе, умеете плавать. Единственное, у нас вот так, Милена, да? Милена зовут. Милена, сегодня мы тоже тебе подарим звездочку, но мы тебе ее подарим так, чтобы у тебя было в дальнейшем желание обязательно, да? Периспективе больше научиться плавать. Ты тоже сегодня молодец. Ты у нас самая смелая сегодня, потому что у тебя науков не очень много пока в плавании, но у тебя есть огромное желание. Поэтому мы тебе тоже так же дарим звездочку, и ты дальше будешь обязательно заниматься, и так же, как все девчонки, будешь уметь плавать. Хорошо? Безбоязнь. Точно так же. И Милена у нас молодец. Самая маленькая, но самая такая шустрая. В целом все вы молодцы. То есть вы все обязательно должны продолжать заниматься, приходить к нам в бассейн, чтобы быть здоровыми, веселыми, и такими же красивыми, какие вы и есть сегодня. Хорошо? Молодцы, девчонки. Я вас искренне поздравляю. Обязательно к нам приходите плавать. Хорошо? Кузнецова Валерия. 11 лет. Валерия, в отличие от своих сверстников, очень любит много читать. За ее спиной не одна полка книг, причем читает она от классики до научной литературы. На досуге не прочь послушать музыку и поиграть на фортепиано. Это для нее является одним из важных занятий в ее жизни. Несмотря на занятость, у Леры остается время на плетение фенечек, чтобы потом дарить их родным. На проекте будет заниматься саморазвитием и узнавать что-то новое. Итак, друзья, прямо сейчас мы будем разговаривать, как вы думаете, о чем? Ага. О красоте. Так, Лер, давай мне расскажи, что красота это? Ой, красота это, ну когда человек сам по себе, во-первых, красивый. Ну как это красивый? Красивый. Ну вот у девочки красивое что должно быть? Самое вот такое. Что вот? Лицо. Лицо. Ладно. У мальчика самое красивое, что ты думаешь, на что обращать внимание девочки? На красоту? На лицо. Тоже на лицо? Ладно. А какое, говорят, что красивый дом это как? Это какой? То есть он такой в хорошем стиле, очень такой модный, ну модный стиль, хороший вкус, то есть он все прям ладо. А красивая душа? Красивая душа? Это когда человек добрый, отзывчивый, не жадный, не злой. А красивые глаза? Красивые глаза, это когда глаза красивые. Или это вот так? Не красивые? Ну нормально, но нет. Вот так? А вот так? Красивые? А вот так не красиво, а вот так красиво нормально. Ну тогда живешь красивым лицом, с красивыми глазами, с красивой улыбкой. Давай, передай привет хоть маме, хоть подружке, хоть сестре, а можно даже быть и мне. В общем, давай, передавай приветы. Ну и зови наших следующих друзей. Я хочу передать привет всем всем, хочу передать привет моей подружке Лясян, Ане и тебе, Люсечка. Вот так вот, друзья, такие приветы мы красивые передаем, с красивыми глазами, с красивой улыбкой. Ну и не забывайте голосовать на сайте mtelevision.ru. О, друзья, и я задаю вопросы, да-да-да, отвечает на них Милена, да-да-да. Что такое у тебя хорошее настроение? Я не знаю. Класс, ладно. Что такое веселье? Это веселье. Это... Смелех. Ага. Это радость еще. Звездочки экрана. Это... Мы. Ага. Люся. Никого не боюсь. Это... Люся. Это она. Ага. Милена. Это... Я. О, крутяк, друзья. Да, вот уже и быстрый ответ появился у нас, у Милены. И также быстро отвечает она. Красота у девочки. Это... Ее прекрасное личико. Красота мальчика это... Да. Сила и мускулы. Ага. Красота души. Это... Я не знаю, как это объяснить. Это внутри. Класс. Прям почти, смотри, стихотворение получилось у нас, да? Ага. Так, чтобы увидеть, чем мы занимаемся не там внутри, а здесь у нас на проекте. Прямо смотри и запоминай фамилии именно тех, за кого надо... Голосовать. Ага. И голосуем на сайте... mtelevision.ru Итак, дорогие друзья. Если вдруг вы забыли наши имена, то мы просто вам напоминаем, что вот эта поющая, очаровательная, лучезарная нас Анастасия. Да, да, да. Так что вы не забывайте еще уточнить фамилию, конечно, и проголосовать. Потому что скоро мы знаем имена победителей. Ну а сегодня у нас Анастасия приготовила какой-то сюрприз. Да? Да. Давай. Рассказывай, удивляй. Для этого мне нужно стать. Ого. Друзья, я поздравляю тебя с днем рождения. С твоей простой сердце. Знаете, всего харвы, святан, добрый, покороче. Всего прям такое ма-ма. Короче, любимка, целую ма. Так, сейчас я станцию. И спай. Луся, Луся, красотуся. Ага. Луся, Луся, красотуся. Да. Луся, Люсенька, я люблюся. Да. Луся, Луся, красотуся. Ага. Слышь, ты что такая дерзкая? Ага. Это была шутка. А вот это? На самом деле, ты такая милая, хорошая, красивая. Такая нежная, смешная. И я тебя люблю. О, крутяк. Спасибо. Это звучит аплодисменты и подвары, друзья. Для меня это очень неожиданное поздравление было для Анастасии. И я теперь, кажется, поняла. Теперь у меня есть визитка. Можно я буду теперь делать? И это будет мой коронный выход. Луся, Луся. Ты мне, смотришь, еще раз я запишу, запомню. Такая, ааа. Сейчас еще тебе подарочек небольшой. Вот, прошедшим тебе днем рождения. Я сейчас заплачу. Не так приятно, ура. Друзья, самое главное ведь, это не подарки, а внимание. Когда, да и когда даже уже прошло твой день рождения, тебе вот такие очаровательные детки конфетки дарят подарки, прямо солнечно становятся на душе. Еще 16-й год не настал, так что я еще успела поздравить вас. Да, 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 да. Ну, а мы, я вот прямо хочу сказать, что обнимайте, берегите друг друга, любите друг друга и дарите друг другу только хорошие эмоции, хорошее настроение. Так, как делает у нас Анастасия. Спасибо, дайте обниму. Вот дом, который построил Джек. Мальчишки, девчонки, а также товарищи взрослые. Генеральный партнер, Баштел, услуги интернета и телевидения. Тартарея Амора Пицца, клуб изучения иностранных языков English Boom, психолог Марина Иванова, детский продюсерский центр Виктори. Арт-студия Груша.